Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскресе! Воистину воскрес! Вопрос 3925, 27 том открытым оком. Незадолго до объединения ваш епископ Евтихий выступал против сергианства. Как же так стало, что он вдруг воспринял это сергианство во всей его монументальности и беспокаянности? Выходит, стал настоящим сергианством навсегда? Ответ. Вопрос бы этот по адресу отправить надо, а не ко мне присылать. Догадок много, мысли есть, но дело им уже сделано, и будет ли дано осознать? Дано осознать, но дано осознать, еще раз. Зачем, когда считал правильно? Я всегда молюсь за него, он так долго нас терпел. Сегодня и епископская власть опирается на каноны карательные, что много они могут, только о благовестии они не рекут. Как, например, у нас в деревне обманом поселился подполковник милиции Дружинин Геннадий Петрович. Я однажды в полупьяном своем обычном состоянии прохлепил мне. Кавычки открыты. У меня очень много, большие связи, знакомства в органах. Я много могу вам зла сделать. Кавычки закрыты. И мог бы, да внезапный инсульт помог нам не пострадать от его угроз. И, главное, начальник милиции, генерал-лейтенант Черношов и начальник политоидела Сотников. И как только он сказал, назвал эти, буквально через неделю обоих отстранили от работы и под суд. Торговали квартирами. Я говорю, ты не знаешь, с кем скокнулся еще. Кавычки открыты. Само сергианство выставляет все в другом свете. Политические преступники упорствуют в противодействии законной. От Бога власти совершают кощунственные действия на груди политического преступника и тому подобное. В таком же вероломном духе, называющем белое, черным, горькое, сладким. Вот это и есть свет, в кавычках, сергианского принципа. Разве вы не знаете, что будучи последовательно верным духу декларации 1908 года, митрополит Сергий на весь мир заявил, в кавычках открыты, в России нет узников за веру, есть политические преступники. Это пишет кто? Это все и тихий берет и пишет. Он абсолютно правильно понимал. Нет, не выйдет у нас оправдание сергианства по аналогии со святой литургией, совершенной в тюрьме. Есть выход. Есть основания утверждать, как декларация 1908 года, так и вся церковная политика сергианства является ничем иным, как навязанным насильно под страхом смерти и смертей безбожной власти большевиков, позорным ермом, надетым на церковь. Но вот та власть пала, с нею упраздняется ермо. Клятва, вынужденная у человека под страхом смерти, незаконна, недействительна. Человек свободен от нее и юридически, и морально. Это общечеловеческий цивилизованный закон. Нет, нам говорят, никакое не ермо, никакого освобождения от него нам не нужно. Речь идет о «богомудрой» и «честной» церковной политике. Ваше ополчение, говорят нам, из-за вашей кровожадности, стремлением выкопать несчастного Сергия и запинать труп ногами. Не согласен. Если грех, начатый им, живет и после смерти, то он мучает души покойного, и надо его прекратить для облегчения страдающей души. Не мною сказаны слова. У порцев сергианстве есть ересь. Но и я скажу, истина так и есть. И подпишусь под этими словами. Епископ Сибирско-Ишимский Евтихий Курочкин. 27.02.2006 года. Я это все должен был найти, перепечатывал своими руками, и теперь добавка. Хоть и забывают что-то сегодня, но однако знают о катагомбе церкви в России многие. Много написано, много издано. Но есть еще одна церковь и страдавшаяся, которая была ни в катакомбах, ни за рубежом. Она была внутри московского патриархата. Так мало она известна. Это молчаливое большинство прихожан рядового духовенства, которым никто не давал голоса, но от имени их вещали, которых обманывали и гоняли, которых воспаляли такими, какими они страшились быть, которых презирали и предавали их интересы. Абсолютно их большинство сошло в могилу. На место их пришли другие миллионы, которым нужно что полегче, не обременяющие их совесть и ответственность. Но есть и наследники совестливой и страдавшей церкви. И они, как отцы их и деды, несут в себе молчаливую надежду. Когда-то скажут правду вслух и освободят нас от клема неправды. Что ж, были они на пенихиде по Сталину и Брежневу, были на молебну в честь годовщин проклятого октября, в кавычках, и пели многолетием властям и воинству безбожных. Но не соглашались с этим и ждали правды. И вот она рядом. Но вдруг говорят о ней. Она не нужна. И что же, невеста, бежавшая от красного дракона в пустыню РПЦЗ, поддакнет? Да уж, действительно, кому она нужна, это правда. Забудем ради нашего объятия. Объятия с теми, перед кем в бессиле молчит и страдавшаяся миллионная русская православная церковь. Вгляжусь попристальнее. Она ли это, непорочная ли дева, идет из пустыни? Или это кто другой, под именем ее, никогда не бывавший здесь и чуждо России? Господи, помоги мне не ошибиться. Господи, да не лоб занять те же, якобы Иуда, Евтихий. Так. Ивов 6.15 Но, братья мои, неверны, как поток, как быстро текущие ручьи. Псалом 77.8.57 И не быть подобным отцам их, родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Стихотворение О, вольно-отпущеница. Отпущеница. О, вольно-отпущеница, если вспомнится, О, если забудется, пленится лет. По мнению многих, душа и поломница, По-моему, тень без особых примет. О, в камне стиха, даже если ты канула, Утопленица даже если в пыли. Ты бьешься, как билась нежна Тараканова, Когда февралем залила Равелин. О, внедренная, хлопача об амнистии, Кляняя времена, как клянут сторожей, Стучатся опавшие годы, как листья, В садовый изгорь календарей. 1915 год. Борис Пастернак. Лауреат Нобелевской премии. Видишь, какое стихотворение? Одно такое к месту. Где это? Какое смотрели сейчас мы? Вот этот вот? Надо глянуть, какое? Это или нет? Нет, нет. Не это? Нет, нет. Надо найти и поставить слово там. Тогда вот это вот, наверное. Вот, Евтихий. Там написано или нет? Вот здесь слово Евтихий. Священный Евтихий, да, был против объединения. Ну все, слава Богу, так легко, чтобы было найти. Поехали. Вопрос 3181, 17 том открытым оком. Известно ли вам обращение Евтихия к Пасте насчет объединения? Ответ. Знаю не лично от него, а присылали люди. Еще даю даже, а то понятно, если бы и так, а то в письме получил. Сделать разбор его можно, но много времени это отнимет. Будет ли слушать до конца? Сами выдержки из послания жирным шлейфтом. Шлейфтом. Кавычки открыты. Русская зарубежная церковь взяла направление на каноническое и евхоориалистическое общение с московским патриархатом. Кавычки закрыты. Когда взяла? Это я спрашиваю. До этого твердили, что ни о каком курсе на объединение и речи нет. Но страхи после 2000 года, после Октябрьского переворота улеглись. И теперь уже не скрывается стать полновесными сергианцами и членами экономического блудодейства, когда их туда никто не гонит. Кавычки открыты. Что же касается отказа от декларации 1927 года, то он совершается постепенно. Главные вехи такого отказа – это прославление сонманового мученика в купе с царской семьей и принятие новой социальной концепции. Кавычки закрыты. Простите, но отвечать не хочется. Ни из-за неуважения к вам. Такое мерзгопакостное предложение сляпал Курочкин, что только взаховеши. Да где же совесть-то? Да кто и когда постепенно, поэтажно выходил из предательства? «Приносившие жертву идолу коммунизма, кодившие молитвенным фимиам сатанистам, развозившие заразу коммунизму по всему миру и должны каяться в том кровавыми слезами перед всем миром и впредь не помышлять быть пастырями, будучи по природе волками бешеными. А Евтихий вроде бы как увидел, что отказ от сергианства и в том виден, что благословляющие ныне убивших царя ставят ему памятник, канонизируют. Безумие поразило скрученный разум лицемеров. Луки 11.47 Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Третья Маковейская 2.224 От отпавших отвращались, почитая их врагами своего народа и избегая всякого общения с ними и дружественного обхождения. Кавычки открыты. Я с удивлением узнал во время соборов, что даже ярые противники единственным с московским патриархатом за рубежом уже убрали из своих претензий проблему сергианства. Мне остается засвидетельствовать, что проблема сергианства уменьшилась благодаря сумме перемен в московском патриархате до такой величины, что уже не можем претендовать на размер проблемы, оправдывающие разделение. Вот таким образом устраняются причины, которые могли бы вызвать смущение восприятие курса русской и зарубежной церкви на каноническое общение с московским патриархатом. Кавычки закрыты. Плачки. Первая глава, со второго по пятый стих. Плач Еремиев всегда говорит. Плач Еремиев, да. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителей всех, любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. Ни малейшее оправдание какими-то обстоятельствами. Еремиев 14, 20. Сознаем, Господи, нечестья наши, беззакония отцов наших, ибо согрешили мы перед Тобою. Даниил 3, 29. Ибо согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и во всем согрешили. Патриархия должна была бы объявить митрополита Сергия Строгородского узурпатором, вором и предателем, и принести покаяние за сотрудничество с дважды анафемастовыми, за мировую ложь, что подтвердили всему миру, что в стране ужаса и безбожного брака якобы не было гонений на искренне верующих. Против такой лжи патриархиных волков вопьют невидимые миллионы убиенных. А эти бесстыдники из московской патриархии продолжают отравлять ложью души простецов. И теперь подпевают этим слугам дьявол новые прихлебатели. Вот таким образом. До конца твердили, что и в мыслях у Синода не было пойти на сближение с МП. А тут такую нечеловеческую активность развели, что в пору спросить, да есть ли верующие в Синоде? Смущение переросло в неверие епископам. Да и тем, дело нет до гибнущих. Задача жаждущих объединиться с падшими на их условиях стоит не в возрождении церкви и душ прихожан, а только в документах, которые ни одной души изменить не могут. Как была вражда и тупость, так и останутся. Во всем обращении ни разу не упоминается имя Христа, ни намека на то, чтобы убедить несогласных на основании Слова Божьего. Почему? Только потому, что Христос и Библия тут вовсе ни при чем. Это дело, возня начато в недрах структуры, имеющей замысел устранить обличающий глаз, растворить его под жирными злобных епископов, этих лютых волков, по слову Павла. Подобных обращений к паспе не получали нигде, но только в России. Почему? Еще до начала работы собора постоянно звучала тревога МП о приходах РПЦЗ на территории России. И причина только одна – устранить обличающий глаз. Кавычки открыты. После этого для российских приходов в Русской зарубежной церкви наступит переходной период. Он с точностью тоже пока не определен официально. Скорее всего, речь может идти о пяти годах. Кавычки закрыты. Переходный период. Умершление рассчитывает дьявол уже две тысячи лет. Да мало что успел. Сегодня архи... Архиепископ Марк. Марк и иные делатели неправды говорят о роковой ошибке прошлых лет. Открытие параллельных приходов на территории России. А в действительности это было самое великое, быть может, дело, что сделано РПЦЗ за последние 20 лет. Кавычки открыты. Цель этого периода – дать возможность духовенству и приходам определить свое место в епархии Московского Патриархата. Чтобы не сразу в один момент оставить наши приходы перед местными церковными властями, с которыми в некоторых случаях сложились неприязненные отношения. Но постараться помочь им исправить эти отношения и найти переемлемую для продолжения пастырской и приходской деятельности вариант существования в епархиальных структурах Московского Патриархата. Кавычки закрыты. А дальше я комментирую. Цель этого периода – определять свое место не перед Христом, а в епархиях неканонического Патриархата, основанном Сталином Берием. Разве верующий может так издеваться над верными установлениями церковными и толкать в погибель тех, кто ему доверялся? Это напоминает бандитские разборки, когда вернуть утраченное доверие можно только тем, что перережешь всех родственников и покажешь снимки убитых. Тогда тебя примут снова в свою структуру. Преступный дух вошел в беззаконные уста и будут торжествовать победу над жившими в мире. И притыкает все время для большего эффекта канонизации мучеников царского семейства, что вроде бы это как-то повлияет на русский народ. Бред тяжелобольных, реченичных изуверов и насмешников. Серахов 7.9 И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору по ношению твоему. Серахов 38.2 Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага? Кавычки открыты. Этот процесс требует индивидуального подхода. Некоторые священники, возможно, выберут для себя другое место жительства. А иным совсем не потребуется дожидаться конца срока переходного периода. И они сразу же после заключения актов общения с московским патриархатом готовы будут безболезненно влиться в состав местных епархий. В кавычки закрытые. Готовы те, кто никогда и ничем не отличался от патриархин и беззаконников. В современной епархии патриархата есть безраздельное и беззаконное господство архиереев, злобных и крестолюбивых попов, невежественных в истине. Подлый способ. Проходили собрания по общинам, потом и перехральные, и везде говорили о покаянии патриархии в экуменизме, в серегианстве, в нарушении канонов. И вдруг сами же зарубежные епископы все эти нерешенные вопросы обмусоливают так, как будто бы их никогда и не было. Гнусно и подло умиршляют доверившие им, бывших под их защитой. Кто будет покинутых, находящихся в юридике ЦРПЦЗ на территории России, оплакивать, кроме Давида? Если я говорил в то время, как будто бы видел. И все именно так произошло дальше. Второе царство 3.33 И оплакал царь Авенира, говоря, сметью ли подло умирать Авениру? Серахов 47.6 Он воззвал ко Всевышнему Владыки, когда со всех сторон стеснили его враги, и великий Господь услышал его. Вот даже ко Всевышнему и опять развернулся, опять ко Всевышнему. Из Библии слова знаешь, притом ты это очень хорошо знаешь. Что это? Вот разбери на молитве. К чему тебе было опять развернуться и дважды прочитать? Кавычки открыты. На вражде и на самомнении ничего угодного Богу создать невозможно. Кавычки закрыты. Действительно, хочется сильнее уязвить противника, укоряя его в собственных грехах. Ни во что ставят мысли, дела и решения предшествующих хирархов РПЦЗ. В сумасшедшем самомнении и думать что-то великое сотворить. Кавычки открыты. Теперь я имею счастье исполнять свой архипастерский долг в Богом данном мне грешному мире со своей христианской совестью. Кавычки закрыты. Славное дело обращаться к совести. Но если жить не по слову Божия, то совесть может утянуть на дно адова и не осудить при жизни ни разу. Соединение в таком бешеном темпе может быть делом только бессовестных обманщиков, говорящих сегодня утром одно, а после обеда другое. Задача и долг архипастера довести до царствия небесного овец, а не кинуть их озверелым предателям и сутенером. 1 Тимофея 4.2 Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Кавычки открыты. Прошу вас, дорогие пастыри, братья и сестры, добросовестно приложить свои усилия в поддержке созидания богоугодного единения. Прошу всех более пребывать в молитве, чтении Писаний, в размышлении о Боге, нежели в сомнениях, спорах, обсуждениях и осуждениях священно-началия. Главное, не трожьте нас. Кавычки закрыты. Богоугодное обвинение здесь не предвидится на один час. И о том молимся, чтобы поскорее Бог открыл глаза пролеченных велиарам, чтобы они полной чашей спили от тех, кому прильнули, заискивая перед лукавствующими. Второе, параллель, упомянув 29.8. «И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите, глазами вашими». Именно так. Третье езро, 16.70. «Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они посмеянию, поношению и попранию». Примула Соломона, 12.25. «Посему как неразумные дети в посмеянии послал ты им и наказание». Это я взял эпиграфы. Примула Соломона, 12.26. «Но не вразумившись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий». Кавычки открыты. «Пусть никто не усомнится в богоугодности этого дела». Кавычки закрыты. «Бессмертную, единственную душу просит вверить тому, кто может быть от лукавого, говоря сегодня одно, завтра совершенно противоположное». Матфея 5.37. «Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», «а что сверх этого, то от лукавого». Мы за объединение, но только во Христе, по Писанию, а об этом нас никто и не просит. С этими условиями мы им как раз и не нужны. Потому с такой легкостью избавляется от верных Христу, чисто в чекистском духе. Кто не с нами, тот против нас. «Меняются условия игры. И тактика, и цель, и все иное. Пора дельцам дела свои открыть. И не таясь все разыграть по новой. И выгода, и польза могут быть. Сдают по-новому крапленное за шторкой. О добрых замыслах напомнит только пыль. Расплата же за пудлость будет очень скорой. Мошенники попы, тузы архиереи. Сдают епархии и бедных прихожан. Отъявленным разбойникам и под наркозом бреют. Но оправдание греха страшнее, чем позар. Про совесть говорить запрещено. И Библия не вхожа к этой своре. Подскуливает главному упитанный щенок. Об истинном спасении никто уже не спорит. Срамные идолы в Израиле стоят. И жертвенник Самарии курица. Такие же и священники в подрясниках допят. Но все в отступниках неверно и нечисто. Объединиться нужно, кто же спорит. И встречи первые у древнего колодца. Слова Иисуса с твердостью укоров. Сомнения развеют. И разъяснят все скоро. Ту веру Духа, жаждущим испить. И стать учеником в единой церкви. Пойти на проповедь, а не в затвор и в скид. Взыскать того, кто в ересе потерян. Нет во Христе национальных вер. Но все едино в дивном организме. Мы дети Божии. И нас спасет теперь. С избытком даровавши верным жизни. Сообщества худые развращают нравы. И делают подобны тем, с кем поведешься. Вне церкви кто смог оказаться правым? Лишь во Христе одежды. Не еретиков одежки. 21.07.06. Вот так. И дальше еще. Еще пять минут. Вопрос 3545. 23 том открытым оком. Слышал, что наш бывший епископ Евтихий при личной встрече с епископом Максимом, якобы спрашивал его об отношениях с нашей общиной. Ссылаясь на наше прошение, в котором показан епископ Максим, как недоступный для общения. И что Максим стал отпираться, что это не так, что он уважает вас и в пример священников своим ставит. И что не мог приехать на торжество в Потеряевку только потому, что по своему расписанию, по плану должен быть в ином месте. Может быть и правда он изменился, и нам можно будет с ним сблизиться. Дальше. Ответ. Все может быть. Но как прочитаешь про его художество, как послушаешь священников, как жалуются прихожане на его крестолюбивых священников и их всеобщую патологическую ненависть ко мне и особенно к моим книгам, как устремишься на молитву и четочки из рук не хочется выпускать, и причитаешь. Не веди нас, Господи, во искушение. С 17 по 24 октября 2007 года в МК на Алтае, страница 3, зачем владыке, старушащие слезы, в православной общественности Алтая назревает раскол? Кавычки открыты. Дело все в том, что по слухам, владыченько давно вынашивал планы поставить под свой контроль кассу храма. Этого он и пытается добиться, поставив во главе церкви и прихода своих людей. Фактически сегодня арестованы все средства храма, касса на общую свечу, так называемые старущие слезы. Опечатано. Собранные в виде пожертвования на строительство воскресной школы средства изымаются и отвозятся в епархию. Получается, что происходит экономическое удушение жизни прихода Никольского храма, которое сегодня чуть ли не парализовано. Разумеется, все это не может не возмущать прихожан, видящих, как расправляется епископ со старыми заслуженными священниками, которых меняют на креоратуру Максима. Характерными чертами внутри церковной жизни стали семейственность, продвижение нужных людей. Некоторые с весьма темной судьбой, неизвестно откуда приехавшие и где учившиеся, однако за непонятные заслуги рукоположенный Максимом священнический сан. Священца запугана и забита, боясь перечить епископу и будучи полностью подвластна ему. В храмах большие налоги на содержание епархии. И это все при том, что уже притчей воязыца стали богатство епископа нестяжатели. Строящийся шикарный дом в Бобровке, возводимый особняк в Анапе на берегу Черного моря. Многочисленные дорогие иномарки, сменяющие одна другую. Пока в двух предложениях дворя забернутся. Дорогие, слово дорогие ты знаешь. Непонятно, как расходуются средства, заработанные Покровским кафедральным собором, Чемальским женским скитом, Знаменским монастырем, куда уходит прибыль от свечного заводика, который, говорят, работает полулегально, втайне от московской патриархии, а также налоговых органов на Алтае. А над качеством свечной продукции смеются уже в соседних регионах. Разумеется, такие художества не остаются незамеченными простыми прихожанами Клером. Во что выльется их недовольство, сказать трудно. Однако уже сегодня некоторые верующие намерены, в знак протеста, выйти из-под контроля московского патриархата и добиваться передачи раскольникам, в кавычках, одной из барнаульских церквей. Возможно, это и будет Никольский храм. Антон Кудашов. Дальше я дару эпиграф. Луки 16.14 Слышали все это и фарисеи, которые были стрельболюбивы, и они смеялись над ним. 1 Тимофея 3.3 Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не крестолюбив, но тих, миролюбив, не стрельболюбив. 1 Тимофея 6.10 Ибо корень всех зол есть стрельболюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Прощай, соседка, волку кушке говорил, напрасно я себя покоем здесь манил. Все те же у вас и люди, и собаки, один другого злей, и хоть ты ангел будь, так не минуешь с ними драки. А далеко ли соседу путь, и где такой народ благочестивый, с которым думаешь ты жить в ладу? О, я примохонько иду в леса Аркадия счастливой. Соседка, кто-то сторона. Там, говорят, не знают, что война, как ангции кроткие человеки, и молоком текут там реки. Ну, словом, царствуют золотые времена, как братья все друг с другом поступают, и даже, говорят, собаки там не лают, не только не кусают. Скажи, сама голубка, мне, не мило ли даже и во сне тебя в крови в таком увидит тихо? Прости, не поминай нас лихом. Уж то-то там мы заживем в ладу, в довольстве, в неге. Не так, как здесь, ходи с оглядкой днем, и не засни спокойно на нашлеге. Счастливый путь, сосед мой дорогой, кукушка говорит. А свой ты нрав и зубы здесь кинешь или возьмешь с собой? Уж кинуть вздор какой! Так вспомни же меня, чтобы быть... Уж кинуть вздор какой! Ну, кто поймет, что ты считаешь-то? Уж кинуть вздор какой! Понимаешь, он говорит, кинуть как зубы оставить здесь пойти, а ты... Уж кинуть вздор какой! Вообще непонятно даже, о чем считаешь. Уж кинуть вздор какой! Воспроцентственный знак. Дальше. Так вспомни же меня, чтобы быть тебе без шубы! теперь она ему отвечает чем нравом кто дурней тем более кричит и ропщет на людей не видит добрых он куда не обернется а пиры сам ни с кем не живется вот причина то еще 813 крылов крылов как его звать помещать ваня ваня дробот иван андреевич у нас иван андреевич так все все же поройте их храм